Мы сейчас хотим написать действительно фотоформу, которая позволяет вычислить перемещение какой-то точки по полю реформации через некоторые пигнированные. Давайте нарисуем картинку. Пусть у нас есть некоторая точка М0, геометрическая, но в ней есть частичка среды. Ну и вот охарактеризуем их положение относительно с начала радиосвектором для нулевого. И будем расследовать в том, что нам известно ее перемещение. Известно перемещение, известно компоненты этого вектора. Пусть его мы обозначим 0. На этом изображу его, ну допустим, вот, ну как-то вот так. Значит, это вот и есть этот самый У из точки А0. Ну и дальше из того, что нам известны компоненты поля реформации как функции, вот, место, то есть эти функции мы знаем. Значит, мы, кроме этого, знаем, что... Ну, тут вот я хочу оставить место для того, чтобы картинку дальше нарисовать. Ну и вот мы, если мы знаем, значит, это поле, да, то мы можем написать формулу, которая определяет то, что происходит при информации с любым каким-то вектором, соединяющим две какие-то частицы среды. Ну, назовем его там DR, скажем, как мы это делали. Вот DXC — это три компонента этого DR, а DXC — это три компонента вектора, который получился при деформации из DR. Ну и вот мы знаем, что мы его можем так представить. Значит, это вот результат наших предыдущих усилий. не сегодня. Значит, где бы мы его ни нарисовали, вот возьмем какую-то произвольную точку. Вот, значит, она находится в точке с радиус вектором R, да? И вот при деформации, значит, вот материальная точка какая-то, есть, есть и какая-то есть точка, которая относится на нашу визион, ее положение относительно на DR и характеризуется, значит, вектором DR-шти. Вот происходит какое-то, значит, деформирование. Вот сначала, значит, эта точка была здесь, значит, эти точки были вот здесь, вот одна и другая. Потом происходит деформирование. Вот, значит, эта точка переехала вот сюда. Вот эта точка оказалась вот в этом геометрическом месте. Значит, что случилось с этими точками? Ну, они вот превратились в какое-то там, значит, это вот перемещение на них, вот они превратились в какой-то DR-штрих. Это все определяется вот этим полем. Вот здесь свое превращение в какой-то другой вектор, как-то по-другому переместиться. Ну и вот давайте рассмотрим какую-то, значит, какую-то точку, которая соединяется вот каким-то произвольно, в общем-то, взятым контуром. Ну, когда нам надо будет, мы его, если хотим, мы можем его в прямую превратить. Ну, а вот сейчас я так дорожно его заросить, рисую, как какой-то произвольный конкур L. Ну и вот он заканчивается, значит, в точке R, геометрической. Вот частичка из этой точки геометрической, ну, пусть она совершила перемещение у тысячи, значит, от L. Вот если я рассматриваю, значит, этот какой-то контур, который соединяет точки R0 и M, то я могу, значит, нарисовать какой-то вот контур, который будет получаться при деформации из вот этого вот исходного. Ну, мы можем его назвать, значит, трин-штрих-контур, который вот получился в результате такого деформирования. Так вот, значит, из вот этого нашего рисунка вытекает, что просто геометрический факт. Вот у точки M0, ну, вот этот вектор, это Q, и если мы к нему припаяли, значит, интеграл по контуру L-штрих, интеграл составленный из вот DR-штрих. Вот просуммируем антивектор, ну, получим, естественно, значит, вот этот контур. Это, по сути дела, будет вектор, который соединяет вот эту точку и вот эту. Так, в результате, значит, мы прием, вот когда мы складываем, ну, получается вектор, который вот, кончается вот здесь. Но в то же самое время, очевидно, мы можем точно так же, зная, что это перемещение вот вектора из точки M, мы можем написать, что это к тому точке M плюс, значит, будет интеграл от D-дегра. Ну, значит, естественно, интеграл представляет собой вектор, который соединяет M0, последний интеграл. Что представляет собой фактически, когда мы сложим эти элементарные векторы, мы получим, конечно, вектор, который соединяет. Это как вектор суммируется, это не длина этих участков, это, конечно, ну, запись подразумевает, но скажу все-таки, что. Конечно, это не модуль, это не длина этого номера, это именно вот результат суммирования, и, ну, фактически это вектор. Вот этот вот суммарный вид, вот этот вот. Тем не менее, значит, мы вот говорим о таком производном контуре L и L-штрих, который возникает из L. Значит, и этот L-штрих, он целиком, значит, определяется исходным контуром L, ну, и вот этими заданными, это, паяль вращения и реформации. Значит, вот, исходя из этой геометрической очевидности, мы можем написать, что вектор перемещения, значит, точки L, это вектор перемещения в точке L, ну, и плюс вот такая вот, значит, разница. Ну, это интеграл, вот, 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 D, N, что стрихом по L, минус, вот, 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 такого рода интеграл. Ну, или, если мы в компонентах, значит, это запишем, то, ну, может быть, вот сюда я все время напишу, значит, мы можем вот так написать, значит, ну, это... в точке m это в точке m не другое, ну и плюс, значит, как единую формулу, напишу вот в интегралку l, значит, напишу, потому что понятно, значит, что вот каждый элемент d,r' он, как вот мы видим из той формулы, значит, он пропорционален, он определяется, он зависит от d,r, от d,r, и вот в этом смысле, значит, мы можем вот эту разность этих двух интегралов для гитой компоненты, ну вот у нас векторное соотношение, да, вот для гитой компоненты можем написать, d,x', который, ну я вот так вот буду себе написать, чтобы было наоборот, напоминали, чтобы мы понимали, ну что, ну смотря на эту запись, что вот d,x, it, со штрихом, это линейная функция всех d,x1, d,x2, d,x3, вот это я здесь в записи так отражаю, и, значит, минус, естественно, d,x, it, вот. Но вот эту вот разницу, d,x', минус, d,x, it, мы можем просто вот записать вот таким вот, подставить, вот то, что там, значит, у нас написано, вот сюда, и в результате у нас возникает, значит, вот такая формула, у и т, в точке m, у любое, и плюс интеграл по вот этому нашему контуру, вот такой контурный интеграл мы должны написать, да, но мы можем взять два, у W, и катера, и d,x, катера, отдельно написать, и плюс, значит, интеграл по этому контуру, ну, и катаем, ну, и написать здесь же, значит, d,x, катера. Контур сейчас один, просто вот это сумма, да, это сумма трешних, вот для того, чтобы у него найти, значит, надо идти вдоль этого контура. Ну, контур этот не сам по себе существует, каждый элемент этого контура, он порожден элементом контура A, и нам известно, каким образом. Вот, d,x, it, со штрихом линейным образом зависит от d,x, первое, второе, третье, x, y, z, d, x, d, y, z, здесь же, ну, здесь просто стоит d,x, it, а тут комбинация. То есть здесь вот стоит сумма, пока, и по, и здесь, и там суммирование понимается, подразумевается, то есть, значит, это сумма три полагаемых, с d,x, y, d, x, y, d, x, 3, y, z, вот, я взял этот кусочек, вот этот век, ну, у него какие-то компоненты есть, d,x, d, z, я знаю, я предполагаю, что я знаю поле деформации вот здесь, вот в этом месте, я знаю, значит, вот эти вот числа, вот эти числа. И, ну, написано, конечно, надо знать и вот эти вот числа тоже, вообще говоря, что, ну, раз я написал, тогда, вообще говоря, и эти тоже надо числа знать. В общем, надо знать тендер дисторсии, конечно, в целом, набор этих производных, d, y, d, p, d, x, k, не комбинация симметричная и антисимметричная, а просто вот тендер дисторсии. Фактически здесь он написан. И, значит, я, собственно, что сделал? Значит, вот этот интеграл, который представляет собой вот этот интеграл вдоль этого, я его понимаю как интеграл по уже тому же самому контуру n, ну, просто потому что эти элементы, d, h, они не самостоятельные, они каждый порождаются элементами вот этого контура. Поэтому я могу написать, что, значит, ну, вот я должен просуммировать, да, ну, что они собой представляют? Они собой представляют вот эти d, h, с и штихом, они представляют собой, вот, ну, надо суммировать, да, ну, что суммировать? Суммировать надо вот эту вот комбинацию, d, вот, из той нашей формулы есть, дублевые e, k, d, x, k, ну, я, конечно, написал, конечно, это просто точность, и d, e, k, d, x, k. Значит, в результате это получается так, что вот я имею в виду, значит, суммирование по h, штрих, имею в виду суммирование по h, но, значит, на самом деле, фактически это суммирование можно производить, двигаясь вдоль исходного контура e, потому что вот эти поля, значит, однозначно определяют то, что стоит вот здесь, то, что стоит вот здесь. Ну, значит, поэтому вот у нас, значит, таким вот образом у нас возникает вот такая вот формула. Значит, вот, я хотел, что, значит, сейчас сказать, что вот если мы знаем, что информация такая, что вот этих локальных вращений не возникает, ну, вот почему-то она вот такая, да, тогда, конечно, это просто пропадает, ну, эти компоненты нулевые. И остается просто вот, значит, в нашей формуле вот этого вот слагаемого, которое позволяет, если я знаю перемещение в одну-единственную точку, вот это перемещение знаю, и знаю поле деформации, ну, в предположении, что это нулевые. Я могу найти, значит, лектор информации, ну, какой-то вот произвольной точки. Мне надо будет выбрать контур. Конечно, контур можно выбирать. Вот здесь никаких ограничений на него, в общем-то, нет. Ну, контур, ну, для изображения удобства. Значит, надо выбрать и проинтегрировать вдоль этого контура. Вот, я это знаю. И надо будет проинтегрировать. Вдоль контур пройтись, ну, взять в каждой точке, вот, ну, для данного, ну, это как, ну, прификсировано в ИИ, но можно это рассматривать только как скалярное произведение, что ли, вот, у Икатова. Ну, если хотите как вектор, правда, это не вектор, а компонента Дерзера, тройка чисел, которая отвечает ту фиксированную строчку в матрице, которая представляет, ну, и свернуть это вот вместе с соответствующей компонентой вот, значит, этого нашего вектора, пройтись. Ну, это что-то похоже, так вот, ну, в таком геометрическом, что ли, смысле, это, ну, как вот вычислить работу данной силы вдоль данного контура. Хотя это не сила, конечно, здесь. Ну, я на многое-то, чтобы как-то, ну, привычный, что ли, воспринимать. Вот. Ну, значит, вот, если одна вращение есть, то, как я уже говорил, ну, помните, там, в самом начале, значит, наши пары, что можно обойтись информацией о нем только вот в этой самой одной точке. Не надо знать поле вращения везде. Значит, достаточно знать его, если оно существует, вот только вот в этой самой одной единственной точке. Ну, вот, значит, чтобы это продемонстрировать, значит, надо мне опять сейчас продемонстрировать и получить вот то, что называется формулами Чезар. Ну, вот, надо много тут опять вот этих вот выкладок делать. Ну, наверное, давайте все-таки уж добьем, проделаем. То есть, вот мы получили такую флаговую, которая при отсутствии вращения. Ну, может быть, давайте ее все-таки тогда выпишем, что ли. Вот так. Отдельно мне немножко чуть-чуть не пришли. Отдельно мне немножко. Я обещаю, вот, когда мы, значит, найдем, вот, решим единую задачку, да, там, вот, забор рука, так сказать, освоим. Я сейчас его, наверное, не очень уместно рассматривать, а вот чуть позднее мы конкретный пример рассмотрим, где используем эту формулу. Вот, я думаю, что будет как-то это все, ну, в очередении, что ли. Хотя, мне кажется, что здесь будет критинь, это такая достаточно непонятная. Ну, примера сию минуту не будет, но потом обязательно будет. Пример, где мы используем, значит, вот эту формулу для того, чтобы получить некий результат, некие перемещения. Ну, формула Чезаро, которую мы сейчас получим, значит, она, собственно говоря, что нам даст? Вот возможность представить вот этот интеграл через вращение в одной единственной точке. Ну, для этого вот надо опять какие-то выпадки делать, вроде, вот, тех, которые мы делали на первой половинке пары. В общем, удовольствие не очень большое, но что делать? Ну, наверное, я сокращусь. Значит, начало всегда такое довольно скучное, но я обещаю, уже говорил об этом, но потом мы все-таки будем решать какие-то разные частные задачи. Они не будут такими, ну, абстрактными, что ли, вычислениями, я надеюсь, что у нас еще не хватит времени для того, чтобы какие-то более непонятные, физически интересные ситуации рассудить. Ну, а для начала вот какие-то очень общие такие соображения. Ну, вот, давайте мы рассмотрим, вот выделим это слагаемое. Я его вот так вот обозначил, ну, условно. Это вот этот интеграл. Вот этот слагаемый. Ну, значит, это интеграл, который... Ну, давайте вот так покажем, что он начинается в точке... По конуру, который начинается в точке нулевой, окончается в точке M. Ну, вот это я хочу, значит, этим продемонстрировать. Вот. Так вот напишем. Значит, двери. Ну, как бы, условно говоря, проинтегрируем по частям вот в этой форме. Ну, значит, я имею в виду вот что. Значит, у нас... Мы можем рассматривать всегда. Значит, дифференциал вот этой свертки. Вот такого. Тут XK, а не DXK. Ну, почему нет? Вот у меня есть какая-то функция. Значит, ну, три функции. Вот прификсированы мы три функции с разным катом. Они, вот эти величины 3, они зависят все от X1, X2, X3. Вот я умножаю на X1, X2, X3, соответственно. Здесь сумма. Ну, вот, рассмотрим дифференциал от того выражения. Вот две функции. Здесь простая. А здесь там, как внутри, это зависимость скрыта. Вот. И, значит, я могу это написать, конечно, вот таким вот образом. Просто по правилам дифференцировать. Значит, W и K, которая зависит от X, Y и Z. И, значит, на DXK, это вот то, что нам нужно, так сказать. И плюс, значит, XK, умноженное на DW и K, значит, ну, просто вот здесь сумма пока, но я дифференцирую по X, ну, дифференциалу пишу. И каждая из этих вот отдельных слагаемых, из-за того, что W зависит от X, Y и Z, превращается в 3. Сумма трех слагаемых. Потому что надо, ну, дифференциал трех, функция трех перемен, значит, пишем. Вот у нас в результате здесь возникает суммирование уже, ну, тут девять членов, в общем-то. Вот эти вот и независимо меняется K. Вот получается, значит, вот такое вот выражение. Ну, это просто, ну, можно считать, что это тоже, так сказать. Вот. И в результате мы можем подставить, вот отсюда вот это вот берем сюда, да, подставляем сюда то, что, значит, отсюда получается. Значит, вот, ну, значит, это нам надо, потому что... Почему нам это удобно? Вот я как-то хотел бы принеснуть сэкономии во всех отношениях. Значит, нам это удобно, потому что вот здесь вот тогда вот получается так, что мы будем, вот когда мы вместо вот этого подставим этот дифференциал, минус вот эту штуку. Значит, здесь у нас будет интегрироваться, интеграл будет браться, дифференциал. Значит, в результате у нас вот от этого слагаемого, вот когда мы вместо этого подставим туда вот эту разность, дифференциал и вот этого штука, да, возникнет, ну, как-то два интеграла. Первый интеграл, он очевидно будет представлять собой разность значений вот этого произведения в точке m и в точке m нулевого. Ну, и что-то еще останется. То есть, вот, в результате мы это можем вот так вот написать. Значит, это будет w и k и x k, ну, вот так это обозначено в точке m, минус w и k и x k входит к точке m нулевого. Ну, и как бы это мне вообще действительно сэкономить. В общем, вот сейчас давайте сделаем еще вот такое, чтобы вместо того, чтобы сразу написать интеграл, ну, сейчас надо, заканчивая равенство, да, надо написать со знаком минус, значит, вот интеграл вот этого вот. выражение, да, значит, я его потом напишу, а сейчас, ну, вот преследую, так сказать, некий узел, вот добавлю вычту, ну, некое одно и то же. Вот минус омека и k, значит, в точке 0, умноженное на x, k в точке m, и прибавляем, и прибавляем, опять же самое. Ну, просто вот, значит, прибавил, вычел, прибавил, вычел, ну, значит, вот здесь, ну, под этим, что понимается, значит, берутся компоненты вот этого нашего тензора вот в этой же точке m нулевое, ну, как вот здесь. Вот здесь вот это m нулевое относится ко всему просредине. А здесь такая хитрая штука, значит, компоненты тензора берутся в точке m нулевое, а компоненты радиус вектора берутся в точке m. Ну, мы добавили вычки, тут ничего не испортили все равно. Ну, ну, вот тут такая, значит, ну, хитрость в некотором роде. Вот. И, значит, вот, значит, вот это вот сейчас, значит, мы что сделаем? Так, значит, я... Люди... Люди... Люди...